Разум субъекта предпримет отчаянную попытку создать воспоминания там, где их нет. Преграды на пути между измерениями. Р. Льюис, 1889. Пожалуй, гребли неплохо укрепляют тело. Тогда про что? Про весь эксперимент. Я извиняюсь. Долго еще? Вообще-то, любой эксперимент может провалиться. Но зачем соглашаться на эксперимент, если он уже провален? Может, вернемся к гребле? Соглашайся, а то мы никогда не доплывем. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его, без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет и огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла. Приехали. Может, сказать ему, когда мы вернемся? И что это изменит? Может, это его хоть немного успокоит? Ну, хоть и в этом мы с тобой согласны. Эй! А меня тут встретят! Очень надеюсь. Не хотелось бы застрять в таком месте. Может, внутри кто есть? Так, загляну сюда сначала. Монетки какие-то возьмем. В общем, я так понял, мне надо будет найти какую-то девушку и привезти ее в Нью-Йорк. Невредимой. А почему именно мои поиски начинаются здесь, я этого не знаю. Да я вообще ничего не знаю. Может, я вообще сейчас херню какую-то думаю. Заходить сразу не буду, надо немножко пройтись вокруг. А, тут тупик. И какая-то бочка. Блин, даже не прочитал, что взял. Ну да ладно. Думаю, это пока не так важно. Дэвид, передашь девчонку и долг твой будет прощен. Это твой последний шанс. Простите, я Букер Дэвид. Вас обо мне, наверное, предупреждали. Я сейчас прочитал записку и у меня в голове какая-то каша получилась. Меня тут ждали, я так понимаю, но никого нет. И записка странная какая-то. О, мое ебало. Ну, в смысле, лицо. От грехов твоих очищу тебя. Удачи с этим, приятель. А зачем на маяке такое вообще есть? Это надписи и тазик с водой выглядят как минимум странно. Ну, лично для меня. Я на маяках не был и не знаю, как там должно быть. Но, по-моему, так не должно быть. Я там что-то недовзял. Надо сходить и забрать это. А, это всего лишь монета. Есть тут кто? Эй! Куда же все подевались, интересно? Готовьтесь, он уже в пути. Вы должны остановить его. Как? Прямо как во всех фильмах. Там, где происходят ужасные вещи, обязательно не работает связь. Значит, надо быть на чеку. Надо будет здесь отсмотреться. Так, так. Ну, вроде ничего такого здесь нет. Ну, хотя вон. Взял в кошель. С деньгами. Тут что у нас? Шкаф. Все. Опустошили шкаф. Тут ничего нет. А, это всего лишь вода. Отракинут стол. Тарелки разбиты. Ладно, даже не буду думать. Просто иду дальше. А тут я вижу чью-то кровь. Хм. Оу. Жуть какая. Тут была драка. И? Кого-то, видимо... Оу. Черт. Черт. Его кто-то пытал. Не разочаруй нас. Ой, я даже эти монеты брать не хочу. Нафиг. А, так я сюда пыл, чтобы встретиться с ним. У него, наверное, была какая-то важная информация для меня. Но... Меня кто-то опередил. И этот кто-то очень нехороший. Интересно, он сломался под пытками или нет? И самое, что главное, вот эти вот нехорошие люди знали, что я приплыву сюда, раз оставили мне пару записок. Это можно открыть? Нет? Нет. Оу. Ничего не видать. Вообще. А, вон, вижу огни города. Снова бочка. Монетки. Ну-ка, что это у нас тут такое? Тут что-нибудь есть? Нет? Ну-ка. Просто маяк. Так, а где тут дверь? Что-то залагало, блин. А что залагало, зачем? Игра. Прекрати лагать. А, так я это уже увидел. У меня же есть бумажка с рисунком. А, тот рисунок. Во, 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 точно, да. Так. Ой, блин, неправильно. Раз. Ни хрена. Да что же это? Чё это такое? Вау. Вау. Со мной чё, общается сам Бэн Бэтмен? Нет, серьёзно, что это? Инопланетяне какие-то? Э? Воу. А, теперь маяк обратно посылает сигнал. Блин, я хочу понимать, что происходит. Ну, вообще никак не понимаю. Так, что-то там зашевелилось. Да ладно. И вы хотите сказать, что я должен сесть? Кажется, я должен сесть в это милое креслице. Так, а тут что-нибудь ещё есть? Ну чё, сажусь. Будь что будет. И что тебе? Не ширина. Что за чёрт? Чё происходит? Приготовься, Килигрин. Да что происходит? Это не к добру. Нет, нет. Нет, твою мать. Вознесение. Вознесение на счёт пять. Пять. Четыре. Нет, 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 нет. Три. Два. Два. Один. Нет. Вознесение. Вознесение. Так, спокойно. Пять тысяч путов. Десять тысяч путов. Пятнадцать тысяч путов. Аллилуйя. Охренеть. Что? 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 Вау. Что? 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 Несколько секунд назад я бродил ночью один по маяку, где еще и человека жестоко убили. А сейчас я смотрю на прекраснейший, солнечный, летающий город. Удивительно. Доказать, а резкий переход. Зачем ему посылать нам избавителя? Когда не поднимем мы и пальцы для спасения своего. И хотя мы не заслужили его милости, он привел нас в этот новый Эдем. Последний шанс на искупление. Ну и теперь понятно, почему на маяке такие странные надписи были. Везде, всякие там очищения грехов, Содома там что-то. И пророк поведет народ в новый Эдем. Кажется, началось. А что началось-то, я не знаю вообще. Ну, место очень красивое. И... Вообще ничего не понятно. Семя пророков зайдет на трон и пламенем омоет людские горы. Это угроза какая-то, что ли, или че? Ну, место реально очень красивое. Агнец. Будущее нашего города. Мне даже как-то, знаете, стыдно здесь что-то брать. Потому что это реально какая-то церковь. Так что пойду-ка я оттуда просто... Так, вниз я пока не пойду. Схожу-ка вот туда еще. Очень красивая графика. А если быть точнее, то дизайнерская графика. С технологической стороны здесь как бы все слабенько очень. Семя пророка. Хм, ну-ну. В моем чреве созревает семя пророка. Нам нужно найти выход отсюда. Голософон. Это, наверное, какой-то диктофон. Любите пророка, ибо он любит грешника. Любите грешника, ибо он есть вы. И если не станет грешника, какой прок в искуплении? И если не станет грехов, что же тогда прощать? Это типа без света нет тьмы, а тьмы нет без света? Ну, окей. И каждый год в этот знаменательный день мы чествуем наш город и пророка нашего отца Комстока. В этот день мы приносим жертвы, воздаем почести и погружаемся в крещальную купель. Этот голос сейчас озвучивает Фрэнка из американского сериала «Бесстыдники» или «Бесстыжие». Отвратительнейший персонаж этот Фрэнк. Вообще, он меня бесит. Мне, наверное, к нему надо идти, да? Если бы пророк не привел нас в этот Эдем, этого было бы достаточно. Если бы пророк лишь привел нас в этот Эдем... Новое лицо! К нам пожаловал чужак из Содома под нами. Явился в Колумбию, чтобы очиститься перед лицом пророка нашего, основателей и Господа. Мне просто надо пройти в город. Просто пройти? Брат, попасть в Колумбию может лишь тот, кто прошел обряд крещения и родился заново. Ты смоешь с себя грехи, брат! Делать-то нечего. Надо соглашаться или придется повернуть назад к ракете. Иди! Крещу тебя именем пророка нашего, именем основателей наших и Господа нашего. Господи, послой с Тимуром, вот родись в Таблоне, Колумбии! Не знаю, братья и сестры. Мне кажется, он еще недостаточно чист. Эд, а хорош давай уже, все, хватит. Че такое? Кто там? Кто там? Передашь девчонку и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид. Открывай, сейчас же. Я же сказал, что не буду этого делать. А теперь уходи. Мистер Дэвид. Мистер Дэвид. Ну окей, открою, и че? Ух ты. Вот это жесть. Это мне снится или че? Я не понимаю. Или это какое-то видение харауроческое? Не понял. Может, у нас проспит смерть, говорит Горбин? Нет. Где это я? Меня че, на улицу выбросили, что ли? Идиотский священник не понимает, что крестить и топить – совершенно разные вещи. Надо найти какой-то ориентир и понять, где я вообще. Так, обратно я вернуться не могу, значит. А это у нас, я так понимаю, отцы-основатели. Отец Джефферсон, отец Франклин и отец Вашингтон. Пророк наполняет легкие водой, дабы они крепче любили воздух. Ну, давайте я по голове сильно ударю, чтобы ты сильнее любил свои мозги. Перешедший Делавер с огненным мечом и крыльями ангела. Храни меня, даруй мне силу, ограни дух мой от страха. И красиво, и жутко одновременно. Мда, кретина есть даже в летающем городе. Ладно, пора искать девицу. Ну все, здесь вроде я все посмотрел, можно просто уйти. Я ухожу. И я не нахожу слов, чтобы описать эту красоту. Ой-ой-ой. Такие прям вообще. Доброе утро. Здрасте. Накормишь, нет? О, смотри-ка, накормил. Спасибо. Так, куда же мне пойти? Ну, сначала схожу направо. Нет слова «хочу». Есть только слово «долж». Сальтонстон нормальный мужик. Он стоит за веру, семью и отечество. Кто тут что может возразить? Так, тут у нас ремонт обуви. Там что-то блестит. Надо посмотреть. А, ну монетки и еда. Хорошо. А где я вообще успел столько здоровья потратить? А, наверное, тогда, когда меня пытались утопить. Точно. Меха, платья, Хадсон. Никогда не связывайся с художниками, приятель. Слишком взбалмошные. На них нельзя положиться. Ага. Я ему говорю, что работы по парку отстают от графика. Ландшафт готов наполовину. Скульптуры не привезли. А что это у него сфер открытый? Пустой, что ли? Поэтому... Еще один голософон. А затем Архангел явила мне видение. Город. Легче воздуха. Я спросил ее, зачем ты показываешь мне это, Архангел? Я не сильный человек. Не праведник. Не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк. Но если даже ты уповаешь на благодать Божью, почему же остальные не видят ее в себе? Ну, окей. Так, тут что-то еще было, по-моему. Что-то я пропустил. А, вот. Да-да-да. Кинетоскоп какой-то. Злово пастыря представляет пророческий дар отца Камстока. Посреди чернейшей бури. Великий пророк предвидит яркий свет. И вот свет появляется. Что же великий пророк откроет нам дальше? Это все, что ли, конец? Все, я ухожу из этого магазина. Мне здесь делать больше нечего. Это у них такой городской транспорт, что ли? А где окна тогда? Я что-то не вижу. У римлян была такая... У римлян? А город такой живой вообще. Весь цветет, пахнет. Здорово. Здорово. Вообще здорово. Это что такое светится у лошади на попе? А, так эта лошадь какая-то механическая, она... Она работает... От какого-то кристалла, что ли? Странная фигня какая-то. Извиняюсь. Нам придется обождать. Ключ к будущему нашего города. И подсказал пророк, что она из башни направит Содом под нами... Лотерея и ярмарка. Он силен с ключом, но слабоват с ключом и с крижалями. Ну, вы понимаете. И... кто она? Внем тепло, ветер легкий, переменный. Словом, прекрасный день для праздника, Колумбия. А теперь... Остерегайтесь лжепророка. Лжепророк хочет сбить Агнца с пути истинного. Кто такой лжепророк? Может он? Или он? Или он? Или ты? Только наша бдительность защитит Агнца от лжепророка. Конец.